Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! Сегодня я расскажу, как использовать сфагнум для проращивания семян и в качестве грунтовой заправки для рассады, другими словами, мох. Вообще, до того, как попробовать сфагнум в деле, я относилась к нему скептически. Думала, что это пиар-ход продавцов садовых магазинов, которые и до мха добрались. Но всё-таки моё любопытство переосилило и лет шесть, наверное, назад заказала свой первый пакетик сфагнума. Просто взяла пластиковую коробочку, положила немного мха, а на него сверху накидала старые семена томатов и спрыснула из пшикалки водой, завернув всё это дело под пищевую плёнку. Ничего сверхъестественного не ожидая, я поставила коробочку на шкаф. Но каково же было моё удивление, когда я взглянула на семена через три дня, они умудрились все до одного взойти и перерасти. Сразу же взяла остаток сухих семян из этого же пакетика и замочила просто в ватном диске с водой. В итоге из 10 семян проклюнулись только 3, и то на четвёртые сутки. С тех пор вот сфагнум у меня всегда под рукой, заказываю на Яндекс Маркете. Ссылочку оставлю в описании под видео. Вы можете думать, что я вас обманываю или это просто реклама. Но я вас уверяю, ваше мнение изменится, как только вы попробуете сделать так с семенами. Конечно, после этого случая я изучила подробно, что с научной точки зрения есть полезного во мхе. Во-первых, сфагнум имеет антибактериальные свойства. Карболовая и сфагновая кислоты прекрасно подавляют патогенную микрофлору. И его, кстати, очень хорошо добавлять в грунт под рассаду. Для этого я режу обычным ножом мох и добавляю в почвосмесь, примерно 1 столовую ложку на 1 кг земли, можно и чуть больше. Это очищает грунт от болезни и подпитывает рассаду в процессе роста. На сфагнуме рассада всегда растёт крепко, это проверено. Благодаря отличной воздухопроницаемости и теплопроводимости, мох помогает корням поглощать кислород и удерживает воду в почве дольше обычного. Если не добавили в грунт при посадке, то обязательно насыпьте немного мха при пикировке в лунку. Ещё в составе сфагнума есть вещества, которые пропитывают семена, ускоряя их рост и улучшая адаптативные способности. То есть, можно сказать, это природный стимулятор роста. Сфагнум можно использовать как живой, так и в сушёном виде. И кстати, он обладает кислотностью равной 6,5 pH, что просто идеально для рассады перца и томатов. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдёте ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok